Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хотелось бы поговорить о важном. Всем нам, конечно, хочется, чтобы наши животные никогда не болели, но все же жизнь такая, разное случается, и нам приходится обращаться в ветеринарные клиники. Я бы вам очень настоятельно рекомендовала посмотреть видео, которое я дальше прикреплю. В нем рассказывается об изнанке этой профессии, о том, как вообще устроен стационар, как проходит прием, и вообще куча просто ответов на тех вопросов, которые наверняка вы даже себе не задавали, но либо точно не сдали на них ответы. То есть в нем показывается эта профессия изнутри. И много чего рассказывается о самих ветеринарах, что они любят больше всего делать, какие приемы проводить. Также очень много советов владельцам животных, много очень рекомендаций, например, о том, какое животное лучше завести в однушку, как вообще ужиться с хаски и со многими другими животными. В общем, очень советую, посмотрите. И вообще посмотрите весь канал. Это видео сняли ребята с канала Раскадровка. Они выпускают видео каждую неделю по пятницам, и в каждую неделю они рассказывают о разных интересных профессиях. То есть там не только о ветеринарах. Естественно, мне ближе всего видео про ветеринарию, потому что как бы мои животные тесно с этим связаны, хотела я того или нет. Но вам рекомендую подписаться, там очень-очень интересно. Я ссылочку оставляю и, собственно, видео прикрепляю. Я думаю, в случае чего там смогу, наверное, зашить человека. Какая там разница, господи, кошка-человек. Кожа-то у всех одинаковая. Ты обязательно раз в жизни засунешь руку в попу корови. Сейчас я никогда не святу себе добермана. Прибывает в одиннадцатом часу созваниваешься с владельцами, они еще удивляются радостно, что «Ой, вы еще в клинике!» Девушку однажды укусил кот, у нее перестала работать рука. Вы когда-нибудь радовались, что ваша собака покакала? Меня зовут Анастасия, я ветеринар. Ты можешь не поближе подойти. Да? Да. Она ничего не не делает? Ну, максимум, может, а лапкой за волосы потрогать, конечно. Она сейчас спустится, познакомится с тобой. Да? Да. Понюхает тебя. А можно я трогать? Можно. Блин, какая она мягкая. У нее единственный момент, что она может сделать максимум, это напрыгнуть как бы сверху. Ну, рыси так играют, это любят. Красивая, мамочки. Такой бесстрашный. Она говорит, мужиков ты не очень любишь. Ну, в данный период, да, она к мужикам по-разному. Надо смотреть. Но в целом она хорошая девочка. Гладьте меня, гладьте. Гладьте, чешите, чешите. Сладкая какая девочка. Они, наверное, такие сладкие, да? Да. На самом деле, в очень хорошее расположение духа ее попали. Ханна бывает редко такая. Она обычно бегает, прыгает. Ей нужно на всех прыгать, все что-то делать. А чтобы вот так ее можно было просто спокойно погладить, это... Ну, она, в принципе, начинает психовать. Из-за того, что кроме меня кто-то заходит. Много народу. Ей, ну, непривычно. Типа, какие-то посторонние люди. А сейчас мы прям попали в очень хорошее расположение ее духа, что она вот так просто лежит. Это реально прям... Да-да. Мы вот приезжали ребята, ну, перед вами, которые с Москвы. Мы хотели ролик поснимать, мы ролик не могли снять, потому что они просто постоянно метались по вольеру с сумкой. О-о-о, какие-то зубки. У тебя еще погода хорошая, теплая их такая. Я их разморила, типа, у нас жарко бегать. Плюс с ее пузом, в общем, пузырьку пузу. Да, такая нормальная питаная девочка. Тяженько бегать, скажи, хорошо. Тяженько, конечно, скажи. Вот когда же ты так хорошо тебя чешутся, когда еще даже ничего, да? Очень даже... О, даже так? В общем, нет, это просто ей реально очень понравилось. Да? Да. Она мало кому позволяет это гладить, расслабляется. У меня сладенькая, сладенькая кошка. Какая-то красивая, горшечка. Мне нужна рысь. Я хочу... Видите, мне... Очень обманчивая рысь, Ханна. Маленького, маленького. Поверь, там воспитание не проще, чем у детей. Единственная разница, что животных на какой-то момент хотя бы можно закрыть. Типа, ладно, поспи, посиди. А детей так нельзя. У меня прям, смотри, кайфы. Кайфы-кайфы мне. Глазка закрылась. У нас такая погода сегодня, не ветер такая умиротворенная. Все такое умиротворенное. Какая же сладкая кошка. Смотри, начесали тебе меха. Она с кем-то погуляла перед этим? В смысле погуляла? В смысле, ты говоришь, что она беременна. Ну, если беременна... Ну, она, да, спаривалась активно с соседним пацаном. Не с этой стороны, а с другой стороны парень. Слушай, тогда она по-любому. Ну, не факт. Они последние два года спаривались, но ничего не было. В том году она прям активно думала, что она беременна. Она тоже строила гнездо. Сейчас покажу здесь сразу, чтобы было видно. Она построила уже гнездо, сделала себе выход. Ну, я сегодня прям заметила, что она построила гнездо, потому что она сегодня резко вынула ненужные опилки, так сказать. И сделала себе там лежанку. Вот. Слушай, ну, кузо у нее, конечно, такое нормальное. Да, кузо у нее очень большое. Как будто бы она прям... И это при том, что вчера у них был голодный день. То есть они еще не ели. Они только сегодня поедят. Зачем вам голодные дни? Ну, для всех животных, для хищников, нужны голодные дни, да. Они даже жарят круглосуточно. Нет. Ну, чтобы сохранять какие-то вот эти природные моменты. То есть у них есть голодный день, у них есть полуголодный день. То есть когда половина нормы дают. Они на самом деле периодически сами все устраивают голодные дни, когда вот наедятся, и типа все, голодовка. Как бы они могут день не есть. Или совсем, ну, прям вот совсем капельку съесть. Ну, это отличная природа же. Они не жрут, извините, я круглую все-таки поймала, съела. Вроде, дай бог, раз в неделю поймала, съела. Я вообще слышала такие моменты. Тут занимаются тиграми и львами, они кормят типа вообще два раза в неделю, два-три раза в неделю и все. И это как бы более естественно для животных, чем даже голодные дни. И при том, что они кормят специально даже в разные дни. Вот она смотрит. Она думает, как на него запрыгнуть. Да? Да. Серьезно? Да. Она вот уже продумывает, как бы вот так вот встать, и как бы, говорит, ну, лень как бы. И как бы на него так прыгнуть. Просто стоит, говорит, так хорошо, надо как-то запрыгнуть. Что, серьезно? Да? Серьезно. Просто смотри. Она уже... Хан, я не разрешаю. Пум просто решил сразу все прелести показать. О, он на себя шипит, да? Нет. Пум, на гостей. Не надо шипеть. Ну, не надо. Не надо. Давай пузико почешу. Давай. Пузико почешу, да. Пузико. Вот здесь мочи мою пузико почешу, да. Блин, у меня такая пятка. Не надо гостей. Так как обычно котик кайфует. Папки. Прылек. Прылек. Боже, кот и красиво после того, как тебя вычислили. Просто... Даже не то, что вычислили, а еще и помыли профессионально. Надо вот таким огромным, а? Опусти его туда, открой. Иди, иди, иди. Просто лоснящаяся шерсть. Ну, потрясающе. Как можно быть таким красивым? Боже, как все-таки меняется вид после хороших шампуней, паст. Я такой шерсти, мне кажется, в жизни у него не видела. Класс. Да, прям красиво еще. Боже, ну что за мужчина. Ну что за мужчина. Просто невероятно. Правда, никогда такой шерсти у него не видела. Нет, нифига. Ну ты ко мне не ход. Не хочется. Ну ты к себе кун идет. Да, идет ко мне кун. Кун чуть не хуже. Это не по размеру, но... Ну по весу он, кажется, чуть-чуть уступает. На 3 килограмма поменьше. Пусть и слава. Мне даже интересно, сколько у него такая шерсть продержится. Через сколько нужно опять так мыть, чтобы он таким был красивым. Ну и очень красивый, конечно. Все просто. Космос. Ты космос. Ты просто космос, понимаешь? Я так хочу, чтобы он сюда кушал. Он хочет. Очень-очень. Невероятная шерстка. Спасибо вам большое за внимание. Как видите, Хана сегодня просто в потрясающем расположении духа. Так хорошо встретила гостей. Вам напоминаю подписаться на канал, который я рекомендовала. И посмотреть видео про работу ветеринаров. Это на самом деле очень сложная профессия и очень значимая. Вот. И прикрепляю видео. Переходите. Подписывайтесь. И на нас подписаться не забывайте, если еще не подписаны. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.